Два параллельных процесса будут идти. Золотой век и каверик. Есть какая-то определенная канва событий. Определенный коридор, скажем так. Выстроенный законом причинно-следственной связи. Тем самым законом кармы, о котором я не хочу говорить, поскольку он очень сложный. Но в принципе он и ход. Думя словами, нужно суть его говорить. Что посеешь, что пожнешь. То есть, значит, человечество в прошлом посеяло такие семена кармы, что оно будет поставлено в очень узкий коридор. Но для каждого индивидуума есть два варианта. Есть жить по законам духовным и пребывать в Золотом веке. Либо жить по законам материальным. И по материальным законам жить, значит, по законам Железного века, а не какого иного. Поскольку сейчас такая погода на дворе. Золотой век давно прошел, серебряный, бронзовый тоже остался Железный век. И сейчас как раз период обострения всех качеств Железного века, о которых мы сейчас будем говорить. Ну, достаточно таких, мрачных, пугающих вещей. Но у нас остается выбор. И выбор, который подкреплен, скажем так, особой милости Бога. То, что мы можем жить по высшим законам духовного мира. И вот, то есть, очень низкий контраст будет создан между человечеством, то есть, то, что останется человечеством, которое живет по материальным законам, и людьми очень чистыми духовными, которые будут жить в своих общинах, по правилам определенной, чистой духовной жизни. Естественно, когда две такие вещи, как бы, взаимно исключающие, на одном месте, в одном месте, при одинаковых обстоятельствах, то какие-то трения должны происходить между ними. То есть, невозможно будет остаться посередине. Люди должны будут определиться, куда они. Влево, вправо, вверхо или вниз. И, в принципе, это происходит в последнее время. Это очень заметно происходит. То есть, одна часть населения очень стремится к чистоте, куда-то вверху стремляется, другие, наоборот, совершенствуются невежественные деятельности, то есть, саморазрушения. И пригнут очень много способов саморазрушения и предлагает их другим. Не в душе предлагают, а очень навязчиво предлагают.